Аутоаллергические, аутоантигены. Нет, а есть вот аутизм, смотри, нашёл. Симптом, характеризующийся нарушением связи больного с реальностью, замкнутостью и доминированием внутренних переживаний. Преимущество изменения поведения, которое включает гетерогенный набор симптомов, возникает в результате действий разнообразных биологических, генетических и экогенетических факторов. Наблюдается при шизофрении и шизоидной психопатии. СМИ шизофрения, ты был прав, 75-й год. Вот эта болезнь аутизм, первые сведения о ней появились в 1943 году. Один американский учёный, следователь, психиатр, он на основе 11 людей, которые страдают от этой болезни аутизма, представил миру вот эту новую болезнь. Так что эта болезнь, как мы чувствуем, это современная болезнь. Потому что до этого не было никаких сведений об этой болезни. Это слово аутизм, аутос, с греческого языка, значит сам. Ну пошли, ребята! Будем надеяться, сегодня будет интересно. Не как в прошлый раз. Да, партийцы Его Меличества несут его самого главного участника сегодняшней встречи. Мы очень признаны, что ведущей деятельностью дошкольного возраста, основной деятельностью дошкольного возраста является игра. В игре ребёнок не только узнаёт себя, он учится брать на себя первые роли и понимать, чем занимаются взрослые. Он учится выстраивать диалог, он учится быть более самостоятельным и инициативным, он учится делиться. То есть игра – это не только развитие познавательной сферы ребёнка, но и эмоциональной, и поведенческой. Я, конечно, аутистом не являюсь, мне очень интересны люди, я люблю с ними играть. Кто-то любит играть палочкой и камушком, а мне всё-таки интересны люди, потому что люди – это самая интересная игрушка. Я к диалогу всегда готов, так что я не аутист, слава богу. Но то, что вот в детстве, я помню, меня можно было оставить одного, и я не требовал к себе, например, повышенного внимания, мне нужно было дать ручку и тетрадку в клеточку. Я занимался тем, что в каждую клеточку в этой тетрадке я ставил ручкой точечку. Масетка, масетка. Заполняя так лист за листом, я мог проводить целые часы. Там два врача-психолога, я так понимаю, психиатра. Смотрит на ребёнка, смотрит, она там что-то передвигает, в общем, ну, как-то себя ведёт, даёт какие-то игрушки, она как-то их там расставляет. А у неё была такая мания расставлять игрушки по кругу. Тут вот ещё вопрос о любви к живому и неживому. Ну, это то, что мы видим, в общем, сейчас воплотилось, наверное, в некой компьютерной зависимости. Люди годами играют, десятилетиями играют, мало его выходя на реальный контакт со живыми людьми. Ну, ребята, вы молодцы. Если аутисты болезненно переживают поражение своё, мне кажется, это очень хороший признак. Это признак коммуникации, в общем-то. гораздо хуже, если бы поражение в игре не вызывало бы аутиста никаких эмоций. Правильно, доктор? Мне кажется, что вы увлеклись, Сергей, внешними факторами возникновения аутизма. Стоит гора, а с неё течёт вода. Ну, смотри, как приятно. Правда, выдох, 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 поднимается крепко-крепко-крепко до самого солнца. Глаза и солнечный луч. И к одному животу. Их ты, вот так. Матужные шелки вверх, вверх, вверх. Ещё выше, ещё выше, ещё выше. И к ноге. Вот. И мы полетели, как бабочка. Раз, два, три, что тоже? Главная проблема детей, у которых проявляется вот эта болезнь, аутизм, в том, что дети находятся вне этого мира. Живут совершенно своим миром, не впуская в этот мир никого. Кобра раздувает капюшон. И что она делает? Да, и мы пришли в гости к одному моему другу. И у него только там сын родился, типа, ему годик. И он сидит и из чашки в чашку воды переливает до бесконечности. Да, повторяющиеся действия. Ну, да, 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 вот так называемые. И она сразу мне подошла и говорит, скажи своему другу, что вот мол... Ну, да. Если есть время, то его нельзя упускать просто. Просто его нельзя упускать. Такие интенсивные должны быть занятия, чтобы адаптировать его к социальному, ну, к жизни. Минимум, минимум, хотя бы. Ну, он мне тогда не то, что не поверил, многие же не хотят просто. Я говорю, это сложно впустить в сознание такое. Да. Знаете, в нем что-то... Ну, в результате пишут нам бумажку. Это не справка врача, это просто такая рекомендация. Ну, тем не менее, в этой рекомендации написано, у вашего ребенка аутизм, значит, надо срочно делать что-то. Мы выходим оттуда, жена идет просто в каком-то полном шоке. Я смотрю, я не знаю, за кого хвататься, за ребенка или за жену уже теперь, понимаешь? Как, в общем-то... Это такая совокупность, о которой даже нечего говорить. Конечно, мы все равно не угадаем, а чего аутизм нам никогда не расскажет, почему это с ним случилось. Он и сам не поймет, что это значит. Вообще, у них мир довольно тягостный, по крайней мере, как написано в интернете. Тяжелый, мрачный и зловещий. Да. Да, слава богу, что мы живем в другом. Но и реально это не лучше. Есть такие даже формы, когда сами мамы, когда ребенок еще не родился, замечают, что он там малоактивный в животе. Общей характеристикой аутизма является то, что... При аутизме это или некоторые так формулируют, как это специфические формы умственной отсталости. Это дети не интеллектуально не стоят на таком же уровне, как все здоровые их сверстники. Они отстают в развитии значительно больше. Но в отличие от детей с олигопренией, есть дети умственно от старой, или по старой, по старому определению олигопренией, у детей с аутизмом, у них и имеется так называемое идеосинкратическое развитие. Что такое идеосинкратическое развитие? Это термин профессиональный, это избирательность в развитии. Не знаю, ну, не знаю. Чувствую юмора. Необходимые качества, чтобы выжить здесь. Это не позволит избежать травм, но поможет их, может быть, перенести. Минимизировать. Минимизировать. В общем, всем счастья семейного, всем хочу пожелать. И горько. Самое главное, это доминирующее, это нарушение лицепропной экспрессивной речи. Что такое лицепропная экспрессивная речь? Экспрессивная речь, когда человек говорит от себя, вот это экспрессивная речь. Есть экспрессивная речь, понимание звуков. Экспрессивная речь – это способность говорить. У таких детей нет, как таковая моторная фазия, но у них отсутствует речь. А речь, если она и есть, это какие-то избирательные, отдельные какие-то звуки, которые стереотипно повторяют ребёнок в процессе своей игровой деятельности. Хорошо работаешь. Молодец. Родитель волнуется. Он попадает в систему какой-нибудь ортодоксальной, вашей психиатрической диагностики. Ему говорят, ой, ты рано ещё, приходите в три года. Это означает, что врач говорит, что я не владею достаточной компетенцией, чтобы сейчас в два года точно определить ваше состояние. Пожалуйста, приходите тогда, когда вы впишетесь со своими представлениями в мою систему знаний. Это просто катастрофа. Потому что если в два года аутичный ребёнок отличается от нейротипичного ребёнка не очень сильно, то дальше рост, бездна. Что происходит типово вообще? Типово происходит так, что если в нашей системе, если к 14 годам детский аутизм не проходит, а он же детский, соответственно, он меняет на взрослый диагноз. А взрослый диагноз – это шизофрения. Причём-то всё, что это абсолютно разные состояния. Это вообще… То есть это и шизофрения, это непонятно, что это такое. Но, тем не менее, идёт вот смена. Просто подменяют, меняют карту в карточке запись. Одно вычёркивает, пишет другое. Огурчик будешь? Отлично! Молодец! Важный момент и характеристика детского аутизма является неразвитость социального общения. Им не вступает в социальный контакт. Дальше игра носит только символический характер. Она немотивированная. А вот, например, очень любят визуальные явления. Просмотры ярких картинок, мультипликационных фильмов по телевизору. И у них есть определённая привязанность, чтобы один и тот же фильм, например, был. Да! Там уже один мяч со страшным зависанием досталось угла. Дальше играет. Дальше играет. Латош, садись. Постучи. А, У, М, В, В, Ку-ку. Т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т Платон? Платон? Папа? Папа? Кто? Мы? Пришел домой, стал изучать вопрос, конечно. Накупишь каких-то книжек, но два симптома есть, а там трех нету. Это фигня какая-то. Или это четко определено, или это просто странное поведение, которое непонятно психологу. А уже мысли такие, как бы, кого-то спрашиваешь, говорят, ну че, ну вот в Германии хорошо лечь, в Америке. У меня там в Германии есть, там, в Берлине родственница, я уже там начал прицениваться, продавать в Москве квартиру, переезжать в Берлин. Ну а че фигня здоровый мужик, прокраду семью, знаете почему. Ты готов? Мяу! Отлично. Разрежь бумагу. Положи ножницы на стул. Как правило, эта болезнь разрушает так психику, что они нуждаются в постоянном наблюдении врачей, в постоянном внимании, и эти люди не способны в той активной творческой жизни человека, которую человек должен, вынужден ввести в этой жизни. Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, кто ты будешь такой? Дальше определенная избирательность, привязанность к ребенку. Вот он интересуется какой-то определенной частью игрушек или одним предметом. И когда он играет, в нем проявляется интерес особый, не характерный для здорового ребенка. То есть привлекают его нефункциональные какие-то части, нефункциональная сторона этого предмета. Очень много мифов вообще вокруг аутизма. Очень. Потому что дети действительно очень такие намагниченные, обаятельные, красивые. Нельзя снимать. При этом они такие холодные, отстраненные. Как правило, видно, что они достаточно умные, но как этому уму подобрать? На самом деле все достаточно прозаично. Нельзя снимать. Аутисты не понимают контекст. То есть целый огромный символический ряд, который наполнен эфиром. Вне языка, вне речи, вне того, когда мы. То есть у них не отменяется. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я думаю, что болезнь аутизма, сложная болезнь, нуждающаяся в терпении. Представьте себе, ребенок тебя не слышит. Ты говоришь, пойди сюда, называешь его по имени, сделай дом. А он как бы не обращает на тебя внимания, живет в своем мире и как бы ничего не слушает. И вот родительская власть, родительская воля, родительское раздражение, вполне возможно справедливое, если бы ребенок не страдал и не болел. Здесь нужно вот это раздражение, этот гнев родителям удерживать. Ну-ка, Платон, смотри на меня прямо. Смотри к каналу. А что, разве вы не прошли еще? Нет. Что такое? Могли бы еще поплыть. Платон, на меня смотри. Ну-ка, Платон, давай еще пару каплю сделай. Стой, так на цепочках на меня смотри. Стой, 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 стой. Так на меня смотри, молодец. Стой, 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 стой на меня смотри. Стоп, стой, стой, стой. Еще раз. Стой, стой, стой. Вот так руку держи, держи, держи руку. На меня смотри. Молодец. Прям пасирует. Для аутиста все становится очень экстремальным. Все становится непредсказуемым. Вот эта непредсказуемость – одна из таких причин страха, которые, вроде бы как, заставляет аутиста поменьше взаимодействовать с реальностью. У меня мальчик, один есть, аутист, Яна. Вот. Одна из многих тетрадок, когда мы с ним общаемся. Он не говорит, но у него уже появилось много-много эхо-лалий. А-а-а-а, да, то есть вот то, что он может сделать. Я его вывела на уровень письма, и мы с ним общаемся с помощью письменной речи. Это они все делают, там проблемы нет. Так, это хорошо. Вот ты спроси, по чем у них сейчас цена? Вот цена такая, можешь мне звонить, поговорить? Спроси, вот сейчас интересует, нужно или два? Я не говорю, Ян молча. Я просто пишу, он мне отвечает. Но отвечает сам, вот письменная речь. Я делаю математику, русский язык, пишу. Ян, ты меня радуешь, когда говоришь. Он мне пишет спасибо. А ты хочешь разговаривать словами? Он пишет да. И вот однажды, вот это было 18 ноября, я к нему пришла. Многие даже не понимают, что, например, на этой работе изображено. Как можно понять, что это берег реки, это течет, несется река, это камни, волны, деревья. Многие говорят, что это такое? Это просто цвета. А он мне просто взял тетрадку и написал. Я тебя люблю, Аня. Ну, я ему пишу спасибо, Ящика. И каждый раз ему задаю вопрос, о чем мы с тобой поговорим. А в данной ситуации я написала, о чем ты хочешь поговорить с мамой и папой. Видите, что написано? О Боге и о Боге сыне. С мамой и папой. Это то, это те люди, которые с ним не говорят о Боге. Мне скучно как-то. Правда? Очень скучно. Можно немного поиграть? Ваши. Ну, поиграй. Но только ровно полчаса. Спасибо. Я засекала. До свидания. А вот. И везде прослеживается одно и то же. Ян, о чем ты хочешь со мной поговорить? Посмотрите, видите, написано о Боге. Да, вот здесь я ему говорю, еще раз напиши о Боге. О чем мы поговорим? О Боге. А кто он? Посмотрите, что ребенок пишет. Это высший разум. Ты его знаешь? Да. Да, этот высший разум. Он мне пишет. Да. А о чем вы с ним говорили? А он мне пишет. О божественной любви. А что значит любовь? Ян мне отвечает. Это все. Бог тебе помогает? Задаю я ему вопрос. Он мне говорит. Да. Я ему пишу. В чем? Он мне пишет. Во всем. Один мой. Барселона. Что же такое? Ну головой, что ли, сейчас буду бить? Все дано для того, чтобы пройти свой путь. Правильно? И за боковой бросает капиталь? Нет. Повезло. Вам одно. Мне другое. То есть это все испытания. Давно мы не видели веке финала. Возможно, с Робином немножко повезет. Надо кого-нибудь другого взять. Стоп-спереди. Испытания нужно пройти для того, чтобы потом... Ну и, в общем, каждый себе продолжает эту фразу так, как он понимает это. Слава Богу. Безумное количество всего, которое они вкладывают в этого ребенка. Но если это без Бога, то оно все вот серединка наполовинку. В этом я уверена на 100%. На 100%. Потому что, опять-таки, повторюсь, что этот ребенок им дам для того, чтобы... А многие мне принимают. Честно, были у меня такие матери, которые говорили так. Я проклинаю тот день, когда я родила этого ребенка. Я просто знаю родителей, которые приходят на консультацию психиатра. И... То есть это просто такой распространенный совет. Родить себе друг. Ну, как всегда. Разбросал листья. Как говорится еще, психологи, характер – это судьба. Вот мне очень понравилось это изречение. Не знаю, может, на тебя тоже кто-то выдумал, и психологи так не говорят. А помни, если я говорю, что у нас есть правила для тебя? Ну, он там не ходит, я не могу. Если бы тебе не хотелось их нарушить, тебе бы не было для всех. Я бы, может, тоже сейчас бы все ушел, расхожусь. Во многом это определяется четырьмя фазами рождения ребенка. Оказывается, когда начинаются схватки, и сжимается матка, и плод испытывает ужас и страх, что если ребенку не дать испытать этих схваток, а сразу произвести кесарево сечение, то этот человек получается абсолютно лишенный инстинкта самосохранения практически, лишенный страха. Бегаешь из стороны в сторону, расслабь себя тревожно. Сейчас ты сел на уголке. Оказывается, в армии Наполеона был некий отряд так называемых кесариков. Себе придется все-таки побыть здесь до конца нашего занятия. Они абсолютно были отчаянные, это были люди, лишенные страха. Тебе хочется, чтобы я тебя вывел отсюда, чтобы я открыл тебе дверь. Я понимаю это. Но все-таки выйти нельзя. Есть определенные правила, о тебе не говоришь. Заболевание до сих пор остается загадочным. Оно привлекает очень многих исследований, но оно не раскрыто. Его природа неизвестна. Только камера ранит. Нужно не водишь. Да, вырослась камера. Скорый полет набирает солнце. А зачем же этот день качается? Ну ладно, начали просто ходить на развивающие детские центры. И потихоньку, помаленьку, там хорошие, слава богу, попались очень хорошие там врачи, люди вообще. Потихоньку ребенок начинает, начинает, где-то там в 3,5 года начинает уже какие-то фразы говорить. И постепенно, постепенно, в 4 года отдали в детский сад, а сейчас я уже смотрю. В общем, от аутизма этого не осталось и среда. Чупс, чупс. Я к чему сейчас хотел сказать? Сейчас такая ситуация, нету ни государственного, ни медицинского, четкого определения, что такое аутизм. Поэтому любой ребенок, поведение которого кажется странным врачам, может получить такую деятельность. Абсолютно любой. Я просто призываю вас сразу не кидаться головой, а перепроверять все 10 раз. Но с другой стороны, если это аутизм, то действительно аутизм. Аутизм. Помогите! Помогите! Аааа! Ааа! 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 Вот вы едете по дороге, а на дороге лежит большой камень. И вот этот камень, вообще, конечно, вам ни в силу, ни в город. Все равно не вы злитесь. А потом вы понимаете, что от того, что вы злитесь, ничего лучше не будет. Он вас не пропустит, не уступит, как бы вы все равно подъехать не можете, да? То есть вы... Что с ним делать вообще? Понимаете, что его надо бы как-то переместить, а куда? Да, и тут вас озаряет мысль, что вы можете его, на самом деле, перенести себе в сад его, на свой участок, и там он будет классно смотреться. Аааа! 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 Он類, что онЛ cs6-1 солнца звучит. это вот эта ткань. Что это за болезнь? Какого она свойства? Духовного или психического? С точки зрения церкви я думаю, что это психическое заболевание. Вот есть у нас единственное духовное заболевание среди людей, которые так или иначе относятся к православной церкви, это то, что называется беснование. В каком-то смысле мы все в какой-то период жизни периодически бываем одержанными бесами, духами злого поднебесного. И из чего мы это видим? Допустим, я раздражался на самого близкого и родного человека. Я раздражусь и не могу остановиться до тех пор, пока стрела раздражения не попадет в сердце любимого и близкого человека. И как только стрела попадает, человек начинает успокаиваться. То есть вот это одержание отходит от души человеческой. Познакомившись с этим миром, узнав его, невозможно уже жить по-старому. Потому что люди настолько замыкаются в себе, настолько замыкаются в своем горе, что у них не всегда есть желание нормализовываться. Действительно. Потому что ребенок глубоко больной, не с особенностями, а глубоко больной, это чудовищная несправедливость. Такого не должно быть ни с кем. Никто этого не заслужил. Понятно, что жизнь меняется. И, в общем-то, так, как планировалось, он, скорее всего, уже не будет. Но, понимаете, задача специалиста, я считаю, грамотного специалиста, это не обязательно психолог, как у нас считается. Это может быть мой коллега-дефектолог, это может быть социальный педагог. Да кто угодно, тот, кто хочет помочь. Объяснить, что в любом минусе, опять же, есть свои плюсы. У каждого ребенка есть своя сильная сторона, которую надо развить. Вот, а я считаю, что каждый ребенок с особенностями развития, он талантлив. Все у чистой физиологии, безо всякой мистики, там, где природа не докладывает, в другом месте она положит больше. Понимаете, вот это больше надо найти, и за это больше ребенка надо вытащить. Вытащить в норму, вытащить в социум. Это большой труд, да, чтобы снять секунду фильма, надо работать целый час. Главный герой будет скат, например, да? Что хочешь, скат? Скат? Есть он хочет. Бежать и спать. Есть он хочет. Кто хочет есть? В разных конфликтах. Скат хочет есть, замечательно. А морская звезда, что делал, помогает ему найти еду. Тим, что ты любишь есть, Андрей? Да, вот ты что, давай. Может, только басу будет есть? Клубасу, прекрасно. Я обожаю клубасу. Но аутизм – это все же психическое заболевание. Почему? Потому что ребенок рождается с этим заболеванием. И ничего сделать до некоторой степени невозможно. Так, теперь у наших героев меняются лица. Держишь. А-а-а! Папа! Папа! Тим, давай вот сюда уходим, а то персонажам негде платить. Надеюсь, уйти сюда. Приостановить это заболевание, наверное, можно. Постоянно занимаясь детьми. Своими детьми. И условно лучше, чем мать или отец. Эти занятия не смогут преподать. Дима, Дима, иди сюда. Вон они поползли. Догонно. О, какой. Батарна. Такая возня. Здорово. И родители наверняка, безусловно, должны обладать величайшим терпением, смирением, в помощи своим детям. Величайшим великодушием. Родители должны быть системны. Родители должны быть методичны в своем отношении к своим детям, которые болеют этой болезнью. Аккуратно. Раз. Два. Раз, два, 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 два. Для детей с аутизмом характерно устранение контакта с людьми, одержимое желание оставаться в одиночестве и не используется речь для общения. Вот это главная характеристика. Распространенность аутизма 50 на 100 тысяч. Причем у мальчиков встречается в 3-4 раза чаще. А дальше? Один мальчик. Так как это дети социально не адаптированы, они могут быть и погибать раньше, они же неиспроиспособлены, они не знают, что такое включить, газ, допустим, выключить, это они не умеют делать. Скажите, а были случаи ремиссии, ну или какого-то явного улучшения нету, да? Нет, это изображение неизначения. Так что только педагогические мероприятия. Как не будет, на счет 1-1, конечно, если сегодня здесь команды, будет большая группа людей, боечки этого клуба, которые с этим не согласятся. Я устаю. Чим-порт-кума! Чим-порт-кума! Как раз технику горячего стула сейчас хотела бы вам предложить применить. У меня всегда очень большие проблемы с дочкой, когда мы собираемся делать уроки. Сначала я сажусь на один стул, это будет мой стул. Я буду проговаривать чувства и эмоции, которые я испытываю во время этого конфликта. Потом я пересяду на стул, который обозначает моего ребенка. И буду пытаться стать ею. То есть не представить себя на ее месте, а попытаться ею стать. Зачем мама опять включила инструмент? Почему опять с улицы в дверь вошла незнакомая тетя? Мне нужно проверить у него знание ноты. Я объяснила ему 3 недели назад, почему он до сих пор ошибается, делает ошибки. Я не стану этого делать, я буду раскачиваться, потому что раскачиваться очень приятно. Почему он постоянно хватает карандаш и пытается отбивать в стенку какие-то ритмы? Я не просила его выступить мне эти ритмы, я прошу его совершенно о другом. Хорошо, она меня уже совершенно достала, я нажму ей вот эту ноту, чтобы она от меня отстала. Почему мне приходится постоянно повторять ему одно и то же? Он не может запомнить с первого раза. Мне надоело заниматься. У меня эрекция. У меня наступила эрекция. Меня сейчас волнует только это. Что он там делает руками? Он потом вытащит эти руки и выдружит их снова на клавиатуру. Какие дурими фасоли. Тетя, отстань, я сейчас буду заниматься тем, что мне нужно, тем, чем я хочу. Меня не волнует социальная адаптация вообще. Его взяли в рабство. Он плыл, его пираты взяли в рабство. Начали продавать диагена. Проходил мимо знатнейший. Смотрел по зубам, вот так по зубам смотрел. Рабов выбирали вот так. Дошел до диагена. И походил залезть ему в рот. Тот отстранился и сказал ему, я знаю, тебе нужен хозяин. Тот сразу, сколько он стоит? Тот назвал сумму, тот отчитал. Потом, через два года, он ходил по этому городу и сказал, что в мой дом пришло счастье. Ты должен научиться разговаривать. Это задача. Задача. Во имя Иисуса Христа. Задача научиться разговаривать. Разговорить. Задача на дверь. Говорить. Я живу один отеля. Я живу. Вы же ее годи. Есть мама. Да, есть маму. А Патрика забыли. Забыли. Кто это? Кто это? Кто это, Тима? Кто это? Ну сюда, посмотри. А, милай, Патрика. Патрики. Помоги мне лимон помыть. Я буду его обмыть, а ты будешь включать воду. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пришла на ум историю, которую рассказал мой товарищ, который поехал на Кубу и коротал время за их центральным телевидением в номере, где Кастр уже совсем не молодой человек, и был исчезнен в соседнице, когда говорил со своей обыкновенно пламенной и супераметной речью в течение трех службых часов, как он это любит, перед необычной аудиторией кубинскими детьми, которые съехались со всей страны, которые как раз страдают аутизмом. Вот, и нужно было одновременно смотреть лица этих детей и нашу бородату мира молодости. Говорил о вещах, наверное, интересных, но... Еще в этих ситуациях, Куба и революция кубана продолжатся бородатым и продолжатся resistить. Заражали свои экстраверты, своим пылом. Хорошая история, забавная, правда. Правда, как кто-то пытается им по-своему помочь дальше. Куба и революция кубана. Где Оль? Вот Оль. Где их? Вот, да и там. Я словно и глубоко убежден, что еще живы наверняка российского государства люди святые и праведные, у которых может совершиться исцеление любой болезни, и в том числе... Эти дети не могут, когда они становятся взрослыми, быть адаптированы в обществе. Более того, они сами избегают того, что очень боятся крикеров, не знакомых людей, пугливые. А вы где живете-то вообще? Я из Королева. Я сам из Королева. Они не видят полной картины, она их и не интересует. Они избирательно получают удовольствие от каких-то смен цветов. Трудно даже сказать, что они там находятся. Пока, к сожалению, не найдена позиция достоверно-медицины каких-либо медикаментов, которые могут воздействовать на это состояние. У нас очень много применяет медикаментов, даже при лечении тех стран, в которых в мире никто медикаментов не применяет. И там, где надо применять медикаменты, их не применяют. Это сложно все. Это сложно, дорого людей нет. Это все надо готовить, это надо менять радикально всю систему. Гораздо проще дать таблетку, которая ударит ему по шарам, которая лишит его последнего мотивационного вообще какого-то запала, да, ресурса. Он тихо сядет в угол и, ну, не знаю, будет он пускать, сегодня или не будет, но он будет просто такой милый, симпатичный обезьян. Например, у нас с удивительным упорством медикаментов не лечит детское серебральное паралитие, он медикаментами не лечится. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, наш дедушка пришел. Потому что психотропы, как вы их не назовите, особенно психотропы старой школы, это те же самые наркотики, на которые организм точно так же подсаживается. И все, что она нам назначала, это очень как бы умеренно, это в дозировке все очень такие гомеопатические, я бы сказала. И то я сомневалась, когда мы в первый раз вот нейролептики стали принимать. Я долго думала, где-то, наверное, полгода я думала, пустого к нам выписали. Но тогда было совсем все плохо, честно говоря. И мы все-таки рискнули и начали давать препараты. И я увидела улучшение. Какая водичка? Красная. Красная. То есть я уже потом подумала, что, возможно, надо было действительно не думать полгода, а как бы к этому раньше прийти. Нет! Потому что у нас где-то же помимо того, что там свои специфические особенности, есть еще и просто нерозность, к примеру. И вот медикаментами, это как бы процессом притупляет очень навязчивое желание. И ей самое, в общем, от этого легче. А вы причащали ребенка когда-нибудь? Да, причащали, ну, в младенчестве, скажем так, крестили, причащали. Вот я вам советую просто вообще всем, у кого дети с таким, то есть любым диагнозом просто хочу еще причащаться. Да, есть-то такое дело. У нас, к сожалению, свои трудности в этом чисто физиологически связаны. Ребенок не может стоять в церкви долго. А зачем долго? Ну, для того, чтобы прийти конкретно к причастию, нужно знать, во сколько нужно, чтобы... Ну, в общем, это сопряжено с определенными трудностями чисто такого неэмоционального, да, чисто физического характера. Стоять в ландыш май, а остро осени цветет, а зимой... Ребенок в церкви тоже, кстати, интересная тема. Вот у меня ребенок себя в церкви ведет странно, да. Слушать хор в церкви, а ребенок начинает петь что-нибудь свое абсолютно, пытаясь перекричать хор. Зато любит святую водичку попить, свечки зажечь, но на нее не очень еще доходит, да, смысл. Папку, папку, ой, папку. Пойдемте, вставайте. Наша, папку, папку. Папку, ой, папку. Солнце, нарежь. Вот, давай, ёлочка, ёлочка. Кисточки, кашка. Она спрашивает что-то про Бога, вот Пасха, там, да, любимый праздник. Но оно для нее больше как-то пока еще по верхам, и не доходят пока такие вот абстрактные понятия. В смысле абстрактные понятия? Бог – это все-таки достаточно абстрактное понятие, согласитесь. Это не... Это как-то можно с этим согласиться? Бог – это истина. Ну, для ребенка, который... Это самое реальное, что есть у нас на земле. Это правильно, но для ребенка, который... И поэтому, чем больше вы будете обращаться к нему с просьбами и причащаться, это что значит? Это плотик и кровь Христа, к которому мы приобщаемся. Нет, подождите, это очень важно, потому что это в корне всех проблем. Это я вам честно говорю. Нет, я вас понимаю. Ну, вот мы выучили... ...средственного в голове. Морозное сладкое, мороз холодный, Вода мокрая, это понятно. А такая абстрактная вещь, как Бог, для него пока недоступна. Вот было Рождество, да, скоро Рождество. У меня ребенок спрашивает, да, что вот будет Рождество, это день рождения Иисуса Христа, да. Вот Иисус Христос – Бог, да. А почему я не Бог? У меня тоже день рождения есть. Птички? Спеть? Да, спеть надо. Кто? Он попал вот в этот календарь. Это ему что ли, что ли? У моей дочки есть старший брат, он приехал к нам в гости, он спросил, вот ей, наверное, так тяжело, вот она такая вся в себе, ей, наверное, так тяжело. Я ему объяснила, говорю, Ваня, ей нормально, это нам с ней тяжело, а ей хорошо. Но это не зло, я бы не сказала, что это зло, это другой мир, вот это ребенок инопланетянин. Давай. Ты инопланетянин скажи? Я инопланетянин. Ты же художник. Ой, ой, ой. Художник. Я тоже инопланетянин. Слушай, а «Белые розы» песню ты знаешь? Белые розы, белые розы, беззащитные шипы, что с нами сделал снег и морозы, лед ветерин голубый. Все елку до макушки украсили игрушки. Вставайте в хоровод, встречайте Новый год. По какой причине эта болезнь возникает? Ну, конечно, по грехам человеческим, по грехам родителей, наверное. Вот так вот Господь, наверное, наказывает, а наказание не надо воспринимать как некую трагедию. Если Господь наказывает, это значит, исправляет людей и старается их привести на поколение, даже через детей. Я ни в чем не виноват. И ребенок мой ни в чем не виноват. И жена моя ни в чем не виноват. Просто так сложилось. Главное понять, что жизнь-то продолжается. И ребенок он все равно твой самый лучший. Я очень-очень красивая девочка. На этом я не зря была лисичкой. Вот какая я девочка. Вот как. Меня зовут Маша. Ты откуда? Откуда? Из Москвы. Из Москвы я. В районе. В районе. Не знаю, в какой районе. Ну, подкажи мне, мамочка. Северо-восточный. А ты любишь себя? Люблю. В что? В футбол. Ну, я не мальчик-то. Но все равно люблю. Не твои подумки успел. Некоторые просто молькнули. Вместе. Стоп. Ты любишь побеждать в игре? Люблю. Ну, это самое главное в игре. Ну, расскажи про игры. Я забиваю мяч в ворота. Прощается. Блоковатый мяч. И если забить мяч в ворота, тот и победил. Правой ногой. Идеальный удар. Но к этому шло, согласитесь. А проигрывать ты как относишься к игре? Не люблю проигрывать я. А ты знаешь, что можно играть нечестно иногда? Знаю. Потому что я девочка. Ты что знаешь, что ли? Потому что мальчики в эту игру играют. Это мужская игра. Боже мой, вот это тим в спине. Фотографируйте, фотографируйте. Вот даже и телевизионные экраны. Из Аркину Эбли. Салют на весь мир. А теперь, ребят, будет самое-самое главное. Как вы думаете, что? Для того, чтобы мастернать терпение, смирение, любовь, мы должны свою жизнь основывать на жизни церкви, на молитве, на исповеди, на принятии святых христовых тайн. Ведь Господь Иисус Христос, Он говорил, это есть тело мое, это есть кровь моя Нового Завета. И кто будет есть тело мое, пить кровь мою, кто будет пребывать я, и кто будет пребывать во мне. И того я воскрешу в последний день. А если Христос пребывает в нашем сердце, то горизонты наших возможностей человеческих расширяются, углубляются, возвышаются. И в конечном итоге, мы вместе со многими христианами, которые были причислены к лигу святых, сможем и можем при силе благодати Духу Святого при нашей жизни творить те же чудеса, которые творили апостолы и святые, воскрешать, исцелять, изгонять бесов, и главное, взращивать души человеческие для Царства Божия. И именно там! Духу Святого Божия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...